Рад приветствовать всех в демонстрационном зале компании IP-MATIKA, где мы сегодня представим вам новое решение от компании EOLINK, а именно терминал EOLINK Meeting Board 65 с интерактивным дисплеем. Да, вы не ослышались, это не просто интерактивная панель, а именно терминал видеоконференцсвязи, потому что основными элементами терминала видеоконференцсвязи и сеанса видеоконференцсвязи является наличие на устройстве камеры, микрофонов и динамиков. Если с динамиками все понятно, тут никого не удивишь их наличием у интерактивного дисплея, но хотелось бы выделить их количество, а именно 6 штук, в чем 4 из них широкополосных и 2 высокочастотных, что непосредственно сказывается на качестве выводимого звука. Он никого не оставит равнодушным. Раз мы затронули тему звука, то давайте поговорим и о захвате звука. Это, не побоюсь этого слова, наиважнейшая часть видеоконференция. Для этого у терминала Meeting Board 65 имеется микрофонный массив из 16 микрофонов. Расположены они в верхней части панели и разделены на две секции по 8 штук. Такое решение позволяет уверенно улавливать и передавать голос участника конференции на расстоянии 12 метров от терминала. К тому же микрофонная панель имеет LED-индикацию, отображающую статус работы микрофонов. Например, когда микрофоны выключены, то вся панель горит красным цветом, а если включены, то зеленым. Хотелось бы отметить, что если включен на камере режим работы наведения на говорящего, то микрофонная панель подсвечивает именно тот микрофон, который сейчас обрабатывает голос участника конференции. Вот мы плавно перешли от темы звука к видео. И, пожалуй, начнем с камеры терминала Meeting Board 65. У терминала имеется встроенная камера с разрешением 4К и широким углом обзора в 120 градусов. Такой большой угол обзора камеры идеально подходит для использования терминала в небольших переговорных комнатах, когда участники максимально близко расположены к средствам отображения или все участники находятся параллельно терминалу в формате лицом к лицу. К тому же в терминал заложили функции искусственного интеллекта, такие как автокадрирование, наведение на говорящего, мультифокальное кадрирование и картинка в картинке. Давайте немного поговорим о этих режимах. Автокадрирование. Это режим, в котором работает только аналитика камеры. Как только в поле обзора камеры появляются люди, камера автоматически выделяет их крупным планом. На спикеры камеры никак не реагируют. Наведение на говорящего. В этом режиме уже работает не только аналитика камеры, но и в работу подключается микрофон. Камера крупным планом будет показывать только активного спикера. Для того, чтобы камера наявилась на другого человека, необходимо, чтобы он заговорил. Мультифокальное кадрирование. Интересный режим, который дает возможность убрать лишнюю информацию из кадра. Тут в конференцию передается только крупным планом лица участников собрания. В переговорной комнате передается изображение до пяти человек. В меньшей степени передается изображение стола, стен и прочих личных вещей, вмешающихся в кадре. Картинка в картинке. Режим, который подходит больше для проведения обучения. В кадре на большом окне отображается крупным планом активный спикер, а в маленьком окне отображается общий план помещения. Каждый из этих режимов найдет свое применение в переговорных комнатах. Я ничего не рассказал вам про экран терминала Meeting Board 65 и этого нужно исправить. Как видно из названия, у терминала экран диагональю 65 дюймов и разрешением 4К, что купе с камерой позволяет проводить видеоконференции в формате высокой четкости. Интерактивность терминала достигается поддержкой до 20 касаний одновременно, чего более чем достаточно для взаимодействия с установленными приложениями. Имеет встроенное приложение белой доски для проработки проектов и без организации видеоконференций. Это далеко не все приложения, которые предустановлены на терминале. На них мы надолго останавливаться не будем. Терминал Meeting Board 65 работает под операционной системой Android 10 и поддерживает установку сторонних приложений. Достаточно зайти на веб-интерфейс и загрузить необходимый APK-файл, обращая ваше внимание, что терминал не имеет встроенные Google-сервисы. Терминал поддерживает несколько режимов работы. Это Microsoft Teams, Zoom Room, E-Link Meeting Server, E-Link Meeting Cloud и BWD-режим. Из названий режимов понятно, что, например, в режиме Microsoft Teams терминал может участвовать в конференциях на платформе Microsoft Teams. А вот в режимах E-Link Meeting Server и E-Link Meeting Cloud терминал умеет совершать вызовы еще и по открытым протоколам связи, такие как SIP и H323. Причем он будет совершать не только вызовы, а также осуществляет прием и передачу контента. Несмотря на то, что Meeting Board 65 является полностью самостоятельным решением, доступна возможность подключать к нему дополнительные аксессуары. Например, для управления терминалом не вставая из стола, можно использовать сенсорную панель CTP18. Для увеличения площади захвата звука к терминалу можно подключить до двух проводных PCM35 микрофонов или до двух беспроводных PCM36W. Чтобы во время конференции поделиться с коллегами контентом, можно воспользоваться встроенной поддержкой Miracast и AeroPlay, или предварительно заложив аксессуар для проводной передачи контента VCH51 и адаптер без проводной передачи контента WPP30. Мы говорили про встроенную камеру Meeting Board 65 и будем откровенны, что она не подходит, когда участник находится на достаточно большом отдалении от камеры. Для решения этой задачи были разработаны две PTZ-камеры с шестикратным и двенадцатикратным оптическим зумом. Дополнительные камеры располагаются сверху над основной камерой и устанавливаются в специальный слот, который их жестко фиксирует. Для работы камер не нужно подключать к ним отдельное питание. Сам терминал Meeting Board 65 их запитает. Как говорил ранее, на терминале используется операционная система Android. Да, на него можно установить много сторонних приложений, необходимых в работе. Но существует ряд задач, для решения которых требуется операционная система Windows. Как раз для этого в терминале предусмотрен слот под OPS-модуль и сам OPS-модуль, который называется M-Core OPS. Во-первых, на нем можно установить и использовать те приложения, которые недоступны на встроенной операционной системе. Во-вторых, OPS-модуль получает полный доступ к аудио и видео периферии терминала. В-третьих, не нужно закладывать и делать дополнительные отверстия в стене для установки и расположения мини-ПК в переговорной комнате. Хотел бы акцентировать внимание на способах установки терминала Meeting Board 65. В комплекте с терминалом идет настенное крепление, но если требуется сделать терминал мобильным, такое решение нужно дорабатывать. Для этого компания Ялинк подготовила мобильные стойки для одного терминала с полкой или без, а также сразу для двух дисплеев, где на одном будет отображаться видео удаленных участников, а на втором — контент во время конференции. Подводя итоги обзора решения Ялинк Meeting Board 65, вы могли убедиться в его широчайших возможностях использования в таких сценариях и решениях, как для малых, средних, больших переговорных комнат, а также для учебных залов. Помимо стационарного использования, также можно его использовать и в мобильных офисах с помощью его мобильных кронштейнов. Убедиться в возможностях и работе самого устройства вы можете, посетив демонстрационные залы компании IP-матиков в таких городах, как Москва, Екатеринбург и Новосибирск. Для этого достаточно просто записаться по специальной форме на нашем сайте. Ссылку вы можете найти ниже из описания. Благодарю вас за внимание и увидимся в следующих роликах.